Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. А один из вопросов, который очень часто тревожит и даже иногда мучает садоводов и огородников, это какая кислотность у их почвы. Существуют разные подходы к измерению кислотности почвы, однако все они в большей или меньшей степени связаны с использованием инструментальных методов, то есть необходимо использовать прибор, который будет мерить кислотность почвенного раствора, или хотя бы надо использовать лакмусовые бумажки или какие-то химические индикаторы, для того чтобы померить в цвете, показать, визуализировать в цвете вот это состояние почвы, PH, кислотность почвенного раствора. При этом блогеры, ну вот, например, Анна Пашкевич, такой блогер канала Процветок, она рассказала о трех способах определения кислотности почвы. И первый способ, о котором она рассказала, это индикация по червям. Провести этот тест очень-очень просто. Первое, что вам надо сделать, это вам необходимо набрать три ведра земли. Берете и из своего огорода набираете три ведра земли. Высыпьте их на пленку. В трех ведрах земли вы должны найти примерно 10 дождевых червей. И помните, конечно, о сроках. Когда уже пройдут устойчивые заморозки, только под землю, конечно, нет никакого смысла. Я вот соберу в земли на участке, где у меня росли подсолнухи, там большое количество корней осталось в почве. И посмотреть, сколько там дождевых червей. И если там этих дождевых червей мало, то почва является кислой. Я сразу от этого ведра земли отберу пробу себе для анализа уже такого, профессионального анализа. Вот такая средняя проба, да, вот так вот отберу себе сейчас и все, пусть она у меня остается. Я ее проанализирую. А сейчас я возьму это ведро и вывалю сюда и посмотрим, сколько же там червей. Есть они там вообще или нет. Итак, вываливаю это ведро вот сюда вот, вот сюда вот. И разбираю его и смотрю дождевых червей. Ну, кстати, на этом участке у меня там где-то на поверхности даже мох вырос, вы видите. Я все, так сказать, снял, как оно есть на самом деле. Ну, что я могу сказать. При беглом взгляде, вот, грибочек, опеночек какой-то даже есть. Вот, при беглом взгляде на корни, остаточки корней есть. При беглом взгляде и даже не беглом, и даже очень тщательном взгляде на этот вот участок почвы. Я могу сказать, что здесь вообще нет ни одного червяка. Ну, вопрос, означает ли это, что эта почва непригодна для выращивания растений, что она очень-очень кислая. Вот ноль червей, ноль нету. Я, конечно, посмотрю в лаборатории этот образец, и тогда мы вынесем вердикт. Второй способ, о котором говорила Анна, это надо делать индикацию по растениям, а именно по хвощу. Если хвоща на участке много, это означает, что почва является кислой. Очень спекулятивным методом является также и использование растений-индикаторов. Растения-индикаторы хорошо смотреть где-то на лугу, на диком лугу, который не подвергался каким-то изменениям. Не пахался, удобрения не вносились и так далее, и так далее. Вот там растения-индикаторы работают. Когда же доходит дело до огорода? Ну, конечно, у вас хвощ растет, но вы можете взять анализ, сделать почву из-под хвоща, и окажется, что почва нейтральна. Возникает когнитивный диссонанс. Я нашел у себя участок, где кроме маршанцы и хвоща, у меня вообще, в общем-то, ничего не растет. И, конечно, я надобрал также пробу этой почвы, я посмотрю, какая же тут кислотность этой почвы, а также я сделал индикацию по третьему способу. Анна утверждает, что если взять обыкновенный столовый уксус и капнуть на почву, и если почва не шипит, то это означает, что почва кислая. Когда мы систематически вносим известковые удобрения, то они растворяются там не моментально, и они остаются там на какое-то время в почве. Поэтому, фактически, почва может все еще оставаться кислой, а тест покажет, что она не кислая, потому что там есть некоторый запас карбонатных солей. Ну, поэтому эти тесты также, так сказать, ну, бабушка надвое сказала. Ну, я прямо в лунку взял, налил уксус, и я никакого видимого шипения там вообще не наблюдаю. Ничего там не шипит. Ну, соответственно, посмотрим, насколько блогерские советы, насколько они достоверны, и насколько они могут быть использованы в быту для оценки кислотности. Ведь это очень важно. Вы уксуса капнули, не шипит, значит, понеслись в магазин за доломиткой, понеслись выгребать ведрами залу туда вносить, и понеслись там мел или известь быстренько вносить в почву. Потому что все, томатом каюк там, всем каюк, ничего не вырастет. Надо обязательно эти меры предпринять. Ну, вот мы сейчас и посмотрим, насколько эти три метода являются достоверными. Что ж, в лаборатории мы провели классический анализ актуальной кислотности почвы. Кислотность почвы бывает разная, потенциальная, актуальная, но нам важно актуальная, то есть такая, какая она прямо сейчас и есть в почве. Все сделано по канону агрохимического анализа. Соответственно, для определения кислотности мы использовали калиброванный pH-метр, с помощью которого измерили два отобранных образца почвы. Напомню, что один был из-под посадок подсолнечника, где мы не нашли ни одного дождевого червяка, а второй образец был оттуда, где было много-много хвоща. И, соответственно, там даже не шипел уксус, и мы ожидаем, что там почва может быть прям кислая-кислая. Что ж, давайте проведем измерение. Первым измеряем подсолнечник и измеряем, как видите, кислотность почвы является весьма-весьма благоприятной для роста и развития растений. В принципе, здесь даже доломитовую муку не стоит и вносить, ну так сказать, для раскисления, разве что только как источник кальция и магния. Давайте померяем теперь образец из-под хвоща. Вот смотрите, какие получаются данные и результаты. Как видите, почва здесь также благоприятна для выращивания большинства растений. И перцы будут на ней хорошо расти, да и большинство других огородных растений. Опять же, сюда можно внести доломитовую муку и как источник кальция, и как источник магния, и для повышения буферизации почвы. Но раскислять специально, там тоннами заваливать сюда залу, например, для раскисления, потому что хвощ растет, нет никакого смысла. И на самом деле эти результаты в полной мере согласуются с тем, что я часто читаю в комментариях. Валю, валю, валю ведрами залу, никакой хвощ никуда не пропадает и так далее. Ну, с чем может быть связана обилие хвоща на этом участке? В первую очередь оно будет связано с низким содержанием азота в почве. На этом участке удобрения неорганические, не минеральные, не вносились. Понижение количества азота дает преимущество таким растениям, как мох, хвощ, моршанцы, печеночники такие. И поэтому они начинают развиваться в условиях пониженного содержания азота. Там стоит немножко подкормить, внести органические удобрения, то есть немножко оккультурить почву, и хвоща уже не будет. То же самое касается, например, мха на газонах. Да не купоросом его надо травить, а просто подкармливайте газон как следует. Газон требует таких же подкормок, как и любые овощные растения, а может иногда еще и больше, если он регулярно стрижется. Косим газон, и каждый третий укос необходимо его подкармливать. Где-то с 7-8 до 10-12 подкормок газона. Кормим обычным весенне-летним удобрением с повышенным количеством азота. А ведь она права. С чем может быть связано отсутствие шипения при использовании уксуса? Ведь она же не кислая, но и не шипит. Это связано с пониженным содержанием карбонатов в почве. Ну, мела, вот таких вот известковых, так сказать, соединений. То, что называется. Ну, карбонатов. Карбонаты полезны в почве, они повышают буферизацию, органика повышает уровень буферизации. Поэтому, я рассказывал, в выпуск у меня есть большой буфер, это хорошо. И поэтому, конечно, карбонаты стоит туда внести. Но это не кислая почва. И с чем может быть связано отсутствие дождевых червей? Да, в первую очередь, с тем, что, возможно, они просто уже ушли зимовать. Да, если я сейчас накопал эту почву вот в конце октября, то это просто связано со сроками. Поэтому любая рекомендация по оценке состояния почвы под дождевым червям непременно должна вестись с учетом погоды и времени года. Потому что иначе можно получить вот такие ерундовые результаты. Ну, что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok